Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь GodHunterCasper и мы продолжаем смотреть Virtus.pro против E-Home. Последняя карта у нас с Витяном в групповом этапе. Да, впереди еще MainAvent, где мы будем очень-очень часто комментировать вместе. Ну а сейчас Virtus.pro против E-Home. У ВП остается надежда уже только на ничью. Это будет для них лучший результат в данной встрече, потому что отдавать победу E-Home, при том, что они в турнирной сетке очень сильно соперничают, это будет плохо. Ничья устраивает ВП, скажем так. Это не самый плохой вариант, но не самый лучший, естественно. Но ничья норм, ничья пойдет. Ок, надо тащить катку, надо брать сейчас. Последнюю карту мы видим в пике AncientTaparition. Я его очень давно просил, но не вот вторым пиком, мне кажется. Хотя во второй, мы уже видели AncientTaparition в бане, вот E-Home в матче против Virtus.pro на прошлой карте, кажется. Да, и возможно до второй стадии бы он не дошел. Ну и что? Нага Сирена в бане. Остается еще из таких неплохих вариантов, которые мог бы подфиксировать под гирокоптера. Это Darkseer, например. Да, кстати, Darkseer неплох. Но ВП им играют или нет? Потому что я не видел фокусы на Darkseer. Да, есть, есть. Есть у них такое. Так вот, Darkseer. Клокочек более-менее норма. А Клокверк я бы, наверное, так не сказал. Ну, то есть, вот смотришь на этого Клокверка и думаешь, вот что изменится при появлении Клокверка? Да ничего. Просто будет Клокверк. Ну, блин. Клок – неплохой инициатор, который при удачном лейнинге может потом расшатывать очень сильно команду. Queen of Pain появляется. Да, и теперь E-Home должны понимать, что четвертым пиком, скорее всего, зайдет DS. И хотят ли они отдавать Darkseer или придется самим на нем сейчас играть? Вот такая вот опция. Причем самим E-Home этот DS пока нафиг не упал. Не, он неплох. Он под Виверну норм. Под Виверну неплох, да. Да, он под Виверну может быть норм. Очень даже. И пока это Лина, Рубик, все. Никто не хочет, короче, играть на Darkseer, я так и понял. Но какой-то фиксатор нужен. Возможно, это будет пак в оффлейн. Не знаю. Потому что совсем без фиксирующих заклинаний очень тяжело играть. И мы видим, что станов у Virtus.pro вообще пока фактически нет. Только один Теркинез. Ракета – это такое. Такой же стандарь. Да, не будем его считать. У E-Home с контролем проблемы примерно такие же. У них вот только Виверна и Станлины. Мне больше не нравится то, что у Virtus.pro герои очень тонкие. И какие-то 3-4 трека и ТОС наполовину всех обезглавят. А помнишь, мы проходили эту фигню с вот этими синими кружочками справа вверху, зелеными. Ну, там то же самое у E-Home, по сути. Они недалеко ушли. У них только на одного ловкача больше. Но Bounty Hunter HP не отличается. Это, наверное, самое маленькое количество HP среди ловкачей вообще. Там 470 или что-то такое? Ну, смотри. Мы говорили про станы, то, что их дефицит. E-Home убирает Earthshaker из игры. И также мы очень со всех сторон обсосали этого Darksear. Darksear также не будет. Но его убрали Virtus.pro. Да, ну потому что мы и так же рассуждали про Viver, но DS тоже неплохо. А там еще и Лина появилась. То есть комбинация могла только усилиться. Тусик не в бане. И что? В пике должен быть. Когда Тусик не в бане, он в пике. Не всегда. Сейчас это не так, скажем так. Tidehunter? Я бы не прочь увидеть Тайдуху. Но если E-Home заберут Тайдуху, ты видишь там Рубика. Рубик может быть небольшим препятствием для команды E-Home. Поэтому вообще брать какие-то мощные... Ну, можно Лагуну в Рубик и потом Рэвидж. Или сначала Рэвидж и сразу... И Рубик сначала ворует Лагуну, дает ее там в Лину в ответку, да, а потом ворует Рэвидж. Тоже неплохой вариант. Ты должен быть очень толстый Рубик, который переживет и Лагуну, и Рэвидж. Ну да, тоже правда. В принципе, и кулдаун должен быть инстантовый. Ну ладно, это мелочи. А была же когда-то тема с... Не помню. То ли это был баг, то ли это не баг. Это так оно и есть. Короче, Рубик с рефрешером. Энигма и Тайдхантер кастуют по ульту. Ну просто, знаешь, вот стоят. И Рубик с рефрешером быстро-быстро ворует оба заклинания. И в итоге у него и Рэвидж, и Блэкхолл. Блин, ну это что-то жесть какая-то. Мы еще у Дарксира вакуум спионерить. И вот такой, come here, babies. В соло. Аналитик. Аналитик. Я сегодня не то чтобы на высоте. Но так, на взлетной уже. На взлетной, да. Так, ну что же. Тусик у нас в пике. Причем, честно, я не особо вижу синергию в пике команды Юхоум, если честно. В смысле? И Тайдуха. Аналитика. Боже, что творят эти комментаторы? Мы настолько охренительные. Чувак. У нас говорят, что у нас что-то с микрофоном. Мы просто лучшие. Я не знаю. Но мы ничего не делали. Я тоже ничего не делал. Может, я на что-то наступил? Да нет. Так, так, так. Да вроде все так. Все, все норм. Все норм, все норм, все норм. Давай еще сделаем вот так. Может быть, так? Маленько попустит. Я верю, что это Витян все поломал, друзья. Да, конечно, Витян. У нас просто выбора особо немного. Ты либо говоришь про меня, либо про себя. В этой кибиске два человека. Странно было бы услышать. Да я знаю, что это все я поломал. Так, ну что же. Тайдхантер. Давайте пройдемся. По пикам команд. Команда Virtus.pro. ФНГ будет у нас бегать на Ancient Parisian. Фобос, видимо, побежал на Тайдухе. Лил, Рубик, Иллидан. Джайрокоптер. И год на Queen of Pain. И команда E-Home. Ротикей, Тускар, Ланэм. Будет играть на Bounty Hunter. И Сити Айлина, Юш. Разор и ДДС на Виктор Виверне. Да? Мне даже не уютно как-то это произносить. Виктор Виверне. Ты можешь говорить Тезка Виверна. Тезка Виверна? Не все же знают, как меня зовут. Китхант и Китхант. Китхант. Да. Так, и у нас Баунти Хантер. Смотри, какой Баунти Хантер. Зашел, увидел. Увидел всю движуху. Кстати, не близко ли ты к Тауру стоишь, друг? Опа! Палево! Палево! А где Сентри? Был Сентри, кстати. Был Сентри. У Квапы мог сразу воткнуть кинжал в спину и убить. Но... Убить? Нет, видишь. Отказано? Но нет. Отказано. В общем, тут какой-то суперковарный план. Нарисовали Виртуз Про. Смотри, эта стрелочка. Она прям пронизывает Разора и Баунти Хантера. БХ. Опять. Опять здесь. Идет забирать руну. Но... Я в него вместе был немного аккуратней. Чилинтач и четыре тычки. Этого хватит, чтобы ему уехать. Так-то-дам. БХ опять прячется. Ок. Ну и у нас получается Герокоптер вместе с Рубиком и Эншент Паришном будут стоять на своей сложной линии. Но при этом... При этом... Они будут разваливать вообще здесь всех. Кто бы к ним ни пришел. Пришел там сейчас, например, Тусик. Невелика потеря. Что это не Разор. Вот-вот-вот. Видит Баунти Хантер, что его видят. Видит, что его видят? Видит, что его видят. И Рубик также видит. Съел. Да. Съел вард. Съел вард. В итоге два заблоченных спауна здесь. Формить в лесу не будет никакой возможности халявить. Ланем еще с сентричком. Вот такой вот, кстати, он сам себе поставил этот самый халявный вард на планете. Ну и Лил уже остался без сентривардов. Сетивай уже в миде очень серьезно пострадал от года. Год, кстати, тоже неплохо так просел. Есть у него уже блинк. Возможно, стоит сейчас попробовать бакануть и прыгнуть. Прямо на сетивая. И так и будет. Квапа должна нырять. Прыжок и тычка. Это First Blood. Ну, а великолепная игра от года. Вовремя здесь оказалась в ФНГ. Ну и мы уже не раз говорили, что Чилинг Тач на первом уровне для рейнджовых героев это просто имба. Это практически дабл дэмэдж на всех героев. Это действительно почти дабл дэмэдж. В основном атака примерно 50. Средняя, там, плюс-минус в зависимости от стартового закупа. А Чилинг Тач дает как раз-таки лишних 50 магического только, а не физики. Лан Эм Тузит. Увидели Вард. Ломают снутри. Тоже стандартная тема. Ну да. Защита от Баунти Хантера это дефолт. Тут забавный Амфибиан Кит. Амфибиан Кит? Как Кит Хант, только Амфибиан Кит. Амфибиан Кит. Ротикей получил третий уровень. Вторые Шарды, первый Сноубол. Размяли там немного Квапу. Баунти Хантер не успел рядом оказаться. У Фобуса все великолепно. Третий уровень есть. Крипы подходят под Тавр. Единственное, что Разор может немного помешать, это присоцаться с Татиклинком и заставить Фобуса отойти. Или Фобус заставит его отойти. Мне очень интересно то, что тут Ротик внизу совсем быкует. Еще и Шарды кидает. Он реально вообще страх потерял. Авторитетом давит. Аутикей? Аутикей он такой авторитетный пацан. Поедание вардов просто происходит. Там в миде это стандартная ситуация. В тот момент, когда придумали хавать варды тангусами, это происходит на регулярной основе. Вот эта борьба за мидл. Вопрос только в том, кто больше денег туда просадит и кому это потом в итоге боком выйдет. Ланэм пока не особо сильно полезен на этой карте. Хотя варды вроде бы ставит, куда-то перемещается. Мид вот этот напрягает, заставляет держаться поближе одного из суппортов. Тут Аутикей опять у нас бычит. Но мана, правда, заканчивается у Ильи. И поэтому он уже не может рокетбаржем гонять своего оппонента. Тут у нас Ланэм и Курьер. Курьер и Ланэм. Лину, кстати, Квапа убивает в очередной раз. Там выход был в мидл. Но я смотрел, убьют ли Курьера. Не, не убьют Курьера. Подожди, у него джената первого уровня. Есть арбофеном. И вряд ли он его прикончит. Ну вот, авторитетное мое мнение недоаналитическое мнение. Недоаналитическое. То, что он его не прикончит. Он много времени тратит Ланэм на подобные побегушки. Ну и в итоге он его не дождался. Не дождался этого Курьера. Придется ему сейчас отсюда уходить, потому что торчать там бесконечно нельзя. Надо делать что-то на карте. Каждая просаженная минута позволяет игрокам команды Virtus.pro набирать всего. ХП, опыта, маны, денег, чего угодно. И убить их труднее и труднее с каждой минутой. Ну, он просто улетает. Улетает Курьер. Произвольте ускорение. Ланэм смотрит вслед этой парящей птицы. Понимаете, не мое. Этому парящему скату, я бы даже сказал. Да. Фобос. 56 демэджа потерял. Фобосу демэдж не настолько нужен. Он подходит на чертсмэш, он нормально крипов фармит. Да, вот как раз Тайт в этом плане очень хорош против Разора, потому что он почти не зависит от урона с руки. Там энкорсмэш халявный, много демэджа. Ой, кстати, Кура. Минус Кура. Булки рас-ла-би-ли. И получили здоровенный такой удар с женады. Меж булок. Блэх. Да. Ну, год отдал тапок, телепорт и боттл. В принципе, так ему и надо. Ну, просто потому что он расслабился. Ой, больно Фобосу. Фобосу больно. Кастует тэпаут. Ну, тэпаут он, конечно, скастует. Демэджа. Разора очень много дал. Разор тут все, что можно подэнаить, все, что можно пластхитить. Нет, дэнай, дэнай, минутка. Я просто касательно игры в миде. То, что первый раз очень классно все было сделано. Осторожно играли, не давали эту куру. Во второй раз просто на пофиг уже. На самотек, как говорится, пустили это дело. Негоже так. Не думали, что так долго будет торчать Ланэм в миде. Он дождался, он дождался. Он торчит, он торч. Торч? Факел. У нас тут, я смотрю, ФНГ нормально торчит на топе. Уже левел 4 я заполучил. И продолжает дальше Экспица. Еще и Крипчиков периодически добивает. Ну, а Квапу вынудили просто уйти на базу. Вот так вот. Да, то, что Квапа уходит на базу, это нехорошо. Но у него 2-0-0. Но отсутствие болт. ФНГ. Весь дэмэдж высылили. Пока только с Челентачи что-то наносит. Фобос. Пятый уровень. Должен быть анчерсмэш. Лил, правда, я не знаю, как он будет догонять Южа. ДДС, может быть, сделает бодиблок какой-то. Сейчас будет еще один анчерсмэш. Не достает. Слишком далеко убегает Разор. Вот раскручивающегося Тайда. Вот у тебя есть уже Лагуна. Неприятно, кстати. А, ну да. Соломит Лина. Совсем запамятовал. И Иллидан хорошо фармит. У Иллидана 37 на 14. Топовый крипстат на карте. Так, у нас погоди. Тут Ланэм. Нашли, нашли. Палит Лила. Палит Года. Ух уж эти мувы. Смотри, смотри, смотри. Ну а что он сделает, по сути? В Солон он его никак не забирает. Тоже Терекинес откинули и все. Дает Вижн то, что собираются гангать Лину. Вот это единственное что. Ну просто Алина уже дважды погибала от гангов. И эта инфа не самая бесполезная, что она может получить. Если уж на то пошло. Отличный мув от Года. Хорошо облинкивается. И Кот и идет. Ланэм его провожает. Ланэм так манным долго не хватит. Сейчас еще пару раз он в инвиз уйдет. Здесь попытка сделать стаки. Ставится вард. Ну все. Есть Вижн. Во всякой гадости. Новый стак не появляется. Хотя год бы он его сам бы заблочил. Сигналит, мол, здесь происходит экшен. Еще на один инвиз хватит. Может на второй даже нарегинится. Ну да, также показывает, что тут возможно находится Баунти Хантер. Ставится Сентряк и БХ видят. БХ видят, его поднимают. И сразу же роняют поближе Сентряку. Но Ланэм уходит. Или же нет. Есть крик от Queen of Pain. И отличный минус. Плюс, смотри, как получилось со вторым Сентряком забавно. Да, раздевардили. Просто повезло на самом деле, что Баунти Хантер сам спалил все это дело. Но потратили Соник Вейв, потратили 2 Сентря и очень долго смещались. Тут, конечно, непонятно, в бонус это или нет. Потому что за это время забыли про Разора на ботами. Которые потихонечку будут идти к Мекке. В любом случае топовый крипстанс у Илли Дана. Да, и Фобос. Не будем забывать про Фобоса, который принес себе Аркан Буци. И который уже имеет реведж. Соответственно, можно драться. И Тайт Хантер здесь вообще-то... С даггером он будет неплох. Но и без даггера, по сути, Виртуза могут неплохо принимать удар. Вообще, стоит отметить то, что Ехоум не взяли суперлейт героя. Соответственно, тоже там Геррокоптер, Квапа, Апаришн, Тайт. Они будут выглядеть в лейте намного жестче, нежели Туски, Баунти Хантеры. Баунти Хантер это вообще не герой в лейте. Почти ничего не может. Может помочь, если вы убиваете кого-то. Ну, в плане того, что финансовую составляющую немного изменяет на карте. Это само собой. Я говорю про то, что конкретную ситуацию, допустим, 95-ая минута, 4-5 слотов у всех. Ну, может собрать какой-то дезолятор для тычки. То есть, там, Солар Крест, Владмир носить рядом. Это может сделать любой герой. Вот в чем дело. Да, но у него еще треки есть, которые ему в спид дают. И вижен очень полезный. Это если осада идет. И это самая большая польза от Баунти Хантера, которая только может быть. Это как раз вот эти треки. Все остальное может справляться и абсолютно любой другой герой. Какой-нибудь более полезный. Неверно, сейчас получишь свой уровень. Если, конечно, Лил ее не подловит. Потому что Лил рыбачит как раз таки. Отходит Клапа на стаке. И пытается формануть все это дело. В общем, Ланэм продолжает куковать на вражеской территории. Вертуса выгнали его с своего леса. Прогнали его в нижнюю часть карты. И там пока что он и обитает. Вопрос, насколько долго он здесь будет тусить. Потому что экспириенс у него не идет. Это не та игра, где ты просто стоишь и тебя капает. Здесь надо у кого-то поличить немного. У противников или своих. Не важно. Где-то надо получить этот шестой уровень. Иначе ты будешь бесполезен по игре. Денежка, конечно, капает. Это здорово. ТПшечка, сапожок уже есть. Все круто. Но этого мало. Да. Вот Тайт уже, например, может пойти устроить ветер. Тайт у нас что там? Тоже решил себе Мекку собрать, наверное. Возможно. Да, но про Разора не стоит забывать. Оставили. Про него вообще забыли. Обратите внимание. Его вообще вычеркнули. Как будто его нет на карте. Он стоит, фармит, фармит, фармит. Аквилки какие-то появляются. Туск. Ломает вороды. Вообще, также стоит немножко обратить внимание на то, что у Ехом очень лимитированный дэмэдж изначально. У них вроде бы и есть берст в лице Лины. Там и тусик какой-то имеет прокаст. А вроде бы этого не так уж и много. Хотя, если взять в расчет Баунти Хантера, то какой-нибудь соло таргет они могут вырезать. Но появление БКБ понижает очень сильно дэмэдж Ехомов. Подтепили верно. Подтащили. Можно дать и реведж. Дают реведж. Ди Ди Си. Погибает. Да. Вот. Не жалеть ультимейты. Так ты видишь, игра вязкая. Никто не хочет драться. Тут нафига их жалеть-то. Виверну увидели за 11 минут. Это четвертый фраг команды Virtus.pro. Пятый всего. Да. То есть даже если бы они тратили по кулдауну ульты с первой минуты, будучи шестыми, фрагов было бы все равно больше. Так что просто нет возможности кого-то убивать. И надо использовать теперь малейшую возможность делать фраги. Смещается Баунти Хантер. Не знаю зачем, правда, ФНГ здесь вряд ли что-то сделает. Тем более ФНГ уже шестого уровня. Запускает ультимейт мидл. Сейчас будет прыгать к вапас своим раскастом, чтобы СТА, СТА, Хасту, Заюзу. Как он вовремя отходит пофармить этих големчиков. Големчики спасли ему жизнь. Не, ну тут вообще еще вард стоит. То есть там-то видно, вот эти полеты ультов. У нас там в соседнюю будку сейчас разнесут китайские комментаторы. Да, они и такие. Импульсивные? Импульсивные. Кричащие они. Так, Келлидан улетит Укриклаб. У Года уже на подходе Орхид. Вернее, первый обливён Став. Готов у него уже целиком полностью. И перетяжка на нижнюю линию от Е-Хоум. Соответственно, решили они забрать Тауэр. Да, он уже достаточно сильно пробит. Тут пока только один Ancient Operation. Которого сейчас идёт просвечивать Лан-М. И он его просветил. Да-да-да, видит. Что там по вышке повыезжено? Ну, тут уже вышка у нас всё. Внизу в это время очень серьёзные проблемы могут быть, точнее на топе у Тузка. Но Лил тоже не стал рисковать. Хотя, не знаю, как у меня немного не оправдано. Как же много тратит времени Баунти Хантер на ходьбу. Я вот просто лежу за ним, и он ничего на карте не делает. Он просто ходит. А Баунти Хантер крут, когда вы устраиваете замесы. И ситуация ровно такая, что Е-Хоум не могут пойти устроить замес. Как только валится на своём сноуболе Тускар с кем-то, даже пусть один, он просто поймает на голову Ревейдж, Соник Вейв и Колдаун. Страта у ВП очень простая. Ты просто нажимаешь по одной кнопке и наносишь тысячу урона. АОЕ. Да, так и есть. Плюс ещё Ancient Operation сверху может шлифануть, если вдруг соперникам задержится на одном месте. А в идеале начать с Ancient Operation? Да, в идеале, если АОМ сразу спаркнет, будет вообще огонь. Конечно же. Лан-М. Аппарат. Изейший фраг вообще. Отличная игра от года. Кусики Баунти Хантер. Да, его даже из Инвиза не выгоняли в итоге. Да, закупает все стики. Просто на запах год выстрелил. Ну, читает его к открытую книгу. Ну, и вообще ничего не делают в ЕХОМ на карте. Вот абсолютно НИ-ЧИ-ГО. О, Минскопа. Нет, что-то делают. Лина пришла с Лагуны или 11 уровня. После твоего вот этого НИ-ЧИ-ГО. Не, Лина с Юлом уже, да, уже тоже опасная. Всё-таки левел 11. Можно какую-нибудь Клопу отправить в Свояси. На топ у нас там Виверна что-то потерялась. Виверна, что ты вообще здесь делаешь? Ну, они сейчас будут что-то делать. Вот вообще, чисто гипотетически, что тут делает Виверна? И Рубик начинает ей просто наваливать. А Рубик и наваливает. И навалит. И навалит. И ульт-аппарат и сюда. И минус Виверна. Она сейчас умрёт просто от пассивки. Правда, Иллидан может погибнуть при этом. Погоди, Иллидан там может и погибнет, а вот там Айсбласт попал. По ребятам из Ехоум. Тайдуха говорит. Привет! Алоха! Бам! Бам! Ещё пара подач. Ещё минус один. Уж забрал только Рубика. Кажется, есть нет. Кажется, даже в единичку нет. Здесь прилетает ПАПА. Уже Даггер воткнули, да. Ещё и ракета! Ракета качаная! Акстис, Еретик! Ну, уйдёт отсюда Разор. Сетивай также пришёл защищаться. И я бы навестили Дана дальше и не шёл. Там Сетивай и там очень больно. И уж не попадает по нему ультой. Немного не хватает. Да, на самом деле непонятная бычка была. Опять же не было тут Баунти Хантера, который вот решил... Сейчас самое лучшее время, чтобы покачаться и получить свой уровень. 16 минута всё-таки. Ну да, тайминги, все дела. Тайминги, да, ты начинаешь набирать жестко, сноуболить. Вот это полученное преимущество в первые 15 минут, ты начинаешь его реализовывать. В этом минутик 26 получаешь свой левел 6, выходишь с тайминговым треком, подсвечивает свой хайграунд, пока тебя пушат. Ну на самом деле да, БХ здесь... Вообще думаю о том, что если пикует Баунти Хантера, мешать играть. Если это не получается, то прикреплять его вплоть к мейнкерри и давать ему быстрый шестой. Потому что иначе... Ну вот, вот что получается иначе. Это бесполезный кусочек. Я его даже полноценным куском назвать не могу, он кусочек. Вот он ходит, он ходит, сейчас получится свой шестой. Окей, ну уже 17 минута. 17 мгновений Баунти Хантера. 17 оттенков Баунти Хантера. Ты... Не, ну он вернулся. Он вернулся, да. Нормально, крепко даже добил. Получил свой шестой, все, теперь его видят. Сейчас будет смоук, скорее всего, от команды Virtus.pro. Но тут вард. Тут стоит вард. И сейчас спалят. Давай. Да, все это было видно. Сразу помигали, куда пойдут убивать. Потому что тут тоже вард. И тут тоже смоук. И тоже под вардом. Боже мой. Сейчас будет что-то охренительное. Минус CTY сейчас будет охренеть. Минус CTY. Моментально. И все, надо уходить. У него есть гашеточка. Засандалил гашеточку. Ой, как медленно все. Лил. Лил пытался как-то через клуб подойти, но зацепили уже. А Фобус сейчас наглеет. А вот сейчас не надо. Минус ФНГ. Сноубол. Фобус. Шоу колдаун. Фобус пока живет. Минус Юша. Отличный ульт от Квапы. Мы посыпались. Посыпались здесь Ехом. И делает байбэк Лина. Только зачем? Он никак не окупится. Трек на годе, но год это не тот пацан, которого можно взять и догнать. Тайминговый трек. Ну вот. Байбэк на Лине. Минус 1000 в итоге. То есть вообще эта драка могла произойти с исходом в плюс 1800 голды для команды Virtus.pro. Это не критично. Но здесь минус штукарь для Лины. Это уже очень серьезная заявочка. Да, хорошо попал сегодня к вейвам год. Много демджа нанес. Вообще неплохо Virtus подрались. Это еще с учетом того, что у Фобуса 5 секунд был кулдаун в драке на Рэвидже. Да, был бы Рэвидж, там бы вообще салат был. Так что пока ВП чувствует себя намного увереннее. Просто потому, что у них проще замес. Ты тоже смотришь 5 минут жизни Баунти Хантера? Да, я вот просто могу сделать дабл клик и посмотреть на его приключения замечательные. Сейчас у него арканчики появились. Это неплохо. Угу, прикольненько. Там что, опять смог под вардом? Нет, там походу смог до варда. А теперь и реверс есть. Так, теперь вообще грех не драться. Да? И здесь тоже, наверное, смог быть, нет? Или они просто уходят? Смотри, 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 заходят. Сейчас главное спалить пацанов. Тут Огроклаб прилетел. Ихоум пока тоже не особо в курсе, с какой стороны на них будут нападать. Но очень осторожно действуют. Так вот, сигильчиком проверяют, если кто-то на Рошане. Нет, на Рошане в Виртуз Про не находят они. А Виртуз Про видят, где находятся парни из Ихоум. Поэтому нужно уходить. Да, да, драки уже не будет. Уже на ботами находится Гот, который пошел дофармливать себе все, что можно. Хотя сейчас ему главный уровень набрать. О, Юлуна Крипа. Сити Ай неплох. Неплохо, неплохо. Пошел Гашик. Ульт. И должен быть Реведж. От Реведжа успел ли убежать все, кроме Лины? Лину зацепили. Потрясающий ульт от Виверны на Фобоса. Это минус Тускар. Ульт Квапы. Нормально задули. Сити Ай приземлился. Ну, кстати, Гот далеко прыгнул, как по мне. И уйдет. Просто уйдет пешком. Нет, не уйдет пешком. Даблкил, походу, от Баунти Хантера Сюрикен Тоса. Уже минус 3. Ихоум. И да, Лина спешит. Лина очень сильно хочет забрать Лидана. Но они все под треками. Тут вообще все под треками. Рубик поработал. Да, и вот мы видим, что сейчас очень много голы зарабатывает БХ. Тысячу золота на ровном месте. И он такой, я в деле. Я снова в игре. Ребята, спасибушки. На самом деле, Рэвидж был такой себе. Поторопился немного. Фобос решил делать это вместе с ультом Аппарата. Мол, раз он кому-то попал, Лина того не стоила. Скорость раскрытия Рэвиджа такова, что нынче много героев очень мобильных. Таких как Разор, таких как Лина с Юлом тем более. Они способны убежать от Рэвиджа. Ну, не то, чтобы прям совсем от Тайт Хантера и до Края. Но от последних пары шипиков они могут скрыться. В итоге Лина буквально последним ее шипом зацепила. И все, все остальные скрылись. Если бы у Тайдухи был там какой-то даггер или форстаф, например, в его команде, чтобы чуть подальше его протолкнуть. Эффект был бы совершенно иной. Да, ну и 7-11. Не стоит забывать о том, что Ехоумы, когда делают киллы, зачастую это происходит под треками. Поэтому в финансовом плане это гораздо выгоднее для них. И умирая там 2 в 2, вы должны понимать, что это 2 в 2, но выиграли его Ехоум. Лина. Угрклаб, Юл, Боттл, Стики 2-200. Хороший результат, что она сейчас не умерла в файте. Верно, тут раздевардиво все, что можно. Продолжает ползать по карте Ланэм. Видит года. Забрать года в одного или в двоих нереально. В троих с колбой может быть в эти дэмэджа. Мне очень нравится действие Виверны. Сразу видно, что ДДС часто играет на этом герое. Конечно же, это сарказм. Потому что он постоянно кидает ульт в кого-нибудь попадя. То есть ульт кидает в Тайтхантера, который уже весь проказ дал. Причем, когда Тайтхантер находится далеко от своих тиммейтов. Сити Уай. Да, но у него есть Юл. Ага, такая интересная попытка сделать ТП-аут. Что ему даст этот Юл? Всегда нравились такие попытки сделать ТП-аут. У нас прошлая игра просто изобиловала подобными попытками сделать ТП-аут. Тут с даггером, если что, может инициировать. Да он и со сноуболом может инициировать. Ну да, но это слишком палевно, а тут запрыгиваешь сразу слишком. То есть ты хочешь сказать, что вот такой вот шар, это немного палевно? Да. Смотри, нашли сейчас Ужа, ДДС. Насадили, кстати, двух игроков Ехоум на реверс. Скорее всего, Южа тоже будет цеплять. Пошла на него ракетка. Можно гнать. Гот может прыгать. Да, он прыгает. Он будет сейчас втыкать ему даггер. Или нет? Стеснялся. Вот эти пурджи, они немного замедлили на атаку Virtus.pro. Баунтихантер хороший, дает трек. Великолепный, только и толку от него нет. Ну я к тому, что Гот уже не может тут ходить и напрягать. Гот может стоять фармич, что он собирался делать, по-моему. У Ильдана Сия. Сия ПТ Аквила. Так, у нас тут опять... Толстокоптер. Толстокоптер? Ну да, так и есть. Жирокоптер? Угу. Все, все про него. У него еще Огрохлап появляется. Называется, я умру от жира просто. Что-то такой заплывший гирочек. Заплывший гирочек. Как он летает, вообще непонятно. Надо на каждого героя сделать максимум хп определенный. Чтобы он был. Не, так на каждого он и есть, этот максимум хп определенный. Не, ну 6 тарасок ты можешь собрать? Могу. Больше хп ты же никак не сделаешь. Правильно, это и есть максимум хп на каждого героя. Вот у Пуджа, например, нет максимального хп. Ну я думаю, там есть какой-то предусмотренной игрой в плане, там, номинальном, да? Что там, 9-9-9-9-9-9 там что-то. Это Дитка тут непонятно. Может и нет. Может просто будет надпись Game Over, вы прошли доту. Кто его знает? Покажут цветной мультик. Про Пуджа? Да. Ну что, и Лидан. Лидан очень хочет ВКБ, ставится в арту. Ланэм он напрягает, он просто вот ходит и... Мне кажется, когда против него играешь, ты понимаешь, что его нигде нет, но он где-то есть. Не, Ланэм делает очень много работы именно разведывательной. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, Bounty Hunter в замесе ничего не делает, но вот именно между замесами работы его сложно переоценить. Все вот эти варды, которые ты ни разу не спалишь. Если бы это ходил обычный суппорт, ставил варды, у нас бы уже был какой-нибудь там 1-10 Crystal Maiden, который постоянно фидонит и который уже ждут, когда она придет ставить варды, чтобы убить просто лишний раз. А Ланэм вот так вот бегает в крыску, пробежался, 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 бац, вот сюда вард поставил. Какой еще из героев может так сделать просто? Бонник, саппорт. Саппорт бы, кстати, отличная идея, саппорт Бонник. Или... Рики. Ну, Никса Ассасин, кстати, тоже норм. Но у Никса не такой кулдаун замечательный на инвизе, как у Bounty Hunter. Да, СиТи, кстати, получает прямо сейчас 16 уровень. Появляется третья лагуна. Еще не получает. Вообще, вот с этого пакована. Все, теперь остается добрать аганим. Всего там 4 тысячи. Самое мало 4200. Гроши вот эти наскоблить на карте. По сусекам наскрести. Да. Сейчас опять большинство подумает, что такое сусеки. И как по ним скрести? Чтобы 4200 выпало. Спанули вартикей на топе. Минус. Ну, тут без шансов вообще было. Я не знаю, что он здесь делал, кстати, в соло. Возможно, выигрывал время для того, чтобы снесли Т2. Но тут вот СиТи тоже, я так смотрю, не особо хочет. Сразу подумал, как объяснять до нынче. Что есть такая локация сусеки. Сусеки. Ее надо скрепить. Ее можно поскрести и залутать. Эное количество барахла. Ну, драться не будут. Из-за отсутствия хотя бы тускара. Ой-ой-ой. Спалили пацана. И он делает тупаут. А че так постеснялись-то? Тускай нет. Ну, скромняги. Че уж тут сказать. Да. Виртуса никуда не спешат. Они понимают, что у них есть жирокоптер. Что он в конце всех убьет. Что понимают Ехоум. Честно говоря, я не знаю. Вот, хоть убей. Чем руководствуется команда, не берущая суперлейт. Играющая так пассивно. Я не знаю. Хоть вот убей. Не буду тебя убивать. Ты мне нравишься. Ну что, Ланэмчик. Восьмой уровень. Арканы, Клок, Урна. Потихонечку будет приходить к своим артефактам. Но, судя по его фарму, 22 на 2. У них, походу, есть граница днаев. Видишь? 22-2, 22-2, 28-2, 46-2 и 87-1. Туск не доигрывает. Не доденаевает. Ну, сейчас трек по Элидану. Не доезжают шарды. Малость. А у них Лина на ботами все равно драка не началась. Они бы не стали лезть на Элидана без Лины. Лина 1800. Она хочет, а гоним. Лина хочет, а гоним. Еще не залутала сусеки? Нет. Лутает потихоньку, скребет, слышу. Смотри, сейчас стычка может быть. И Фобос готов принять все это движуху Пепси. Панч. Да. Прыжок. Отличный реведж. Правда, там был бакенвар на Лине. Но ничего страшного. Он отрезал в итоге большую часть команды Ехом. Элидан просто улетает. Ротек еле живой. Квопа там что-то покричала на кого-то. А, и вот только-только тайминговый ульт от Паришина. Вот. Ну и Квопа в БКБ. Сейчас весь закончится. Пошел Юл. Стан от Лины. Попадает. Минус год. Хорошо получилось. В итоге... Слушай, а Элидан-то быкует? Сударь, вы чего? Окститесь? Ну Юж, кстати, может умереть. Да, сейчас Квопа должна тоже прыгать вслед за Фобосом. Через 2 секунды будет еще одна гаскоточка. Он бьюся по максимуму, ему... Ой-ой-ой. Фобос-то... Фобос-то решил, что не стоит оно того. Гот. Еще ируну забыл. На Квопа нож и еще один удар. В итоге получилась весьма сумбурная драка. Квопа вроде бы свой байбек и окупила. Вроде бы Виртуса драку и выиграли. Но ты знаешь, вот сейчас они эту драку выиграли так плохо просто потому, что... Ты посмотри на этого гирокоптера, это же... Это же толстокоптер. Это же не уронокоптер. Это же гирокоптер. Без уронокоптер. Когда это станет уронокоптер, то ровно в этот же момент игра, вернее драка, закончится в 2-3 раза быстрее. Потому что когда вот Элидан стоял там по своих 150... Ну что это? Да его крипы не боятся. Мы пытались стать и клинкой, поэтому даже то, что было, потерялось. Вот. Ну что поделаешь. Я тебе говорю, на интернешнале все играют так. Ну почти все. Вот эти БКБ, Скади, Сия. Все, чтобы меня не убили мгновенно. Вот это... Хочу видеть драку до конца. Своими глазами, живыми. Глазами Скади? Глазами Скади, да. А в итоге получается иногда... В итоге получается наоборот просто потому, что ты не успеваешь. Убить противника за определенный лимит времени. Он переживает твой прокаст, переживает твой вот этот урон в 95 на 48 минуте на керри антимагии. И потом просто поворачивается в твою сторону и начинает тебя контратачить. Просто потому, что у противника на дистанции там дэмэджи банально больше. Мартретк, не знаю, прыгает, просто разваливает кабинет. Рошана заперли. Что же он будет делать? Рошан, живи! Мне кажется, так и будет сидеть в своей кибитке. Как мы прям с тобой? Как мы с тобой, да. У нас похожая кибитка. Он прям... Мы Рошаны? Слушай, а может быть сейчас как в виртуальной реальности у нас просто срывает крышу Рошан и заглядывает к нам? Не спойлери, вдруг люди когда-то будут это видеть. Офигенный, кстати, был от HTC до вот этот Вайф или как он называется. Короче, там где они свалов делали. У нас был тестинг виртуальной реальности. Очень прикольно. HTC. Заткнули. Пошел рэвэдж. Великолепный рэвэдж от Фобоса по четверым. Мгновенно разматывают просто большую часть здоровья. Хотя Юж живой. Опять же, статиклинг. Виверна убегает. Илья Труху, на самом деле, он не хочет идти драться. Он все свое БКБ простоял за крипами. В итоге, как только БКБ заканчивается, он приходит обратно, начинает драться. Тут много крипов. Лина также очень сильно проседает. Лина. Гот. В БКБшечке. Нож воткнуть. Воткнуть нож Ужу. Нужно Ужа. Ножом. Есть панч. Это минус Иллидан. И Лидан подставил свою команду. Я бы на месте Фобоса просто крикнул сейчас своей команде какую-то гадость. Вот честно скажу. Я уверен, что он так и сделал, зная Фобоса. Ну ладно. Наоборот, Фобос промолчал просто. Я думаю, зная Фобоса. Но взгляд. Взгляд бы был. Нет, ты пойми, вот офигительный рэвидж четверых. Ребята стоят без БКБ. Туда же ультаппарата, калдаун и так далее. Ничего. Абсолютно ничего. Пошли меки, урны. И их ом еще провели великолепную драку. Квабадам хорошо залетело. Они дали вдвоем хороший проказ. Но вот не хватило Апаришина. Не хватило банально гирокоптера. Вот Илья сейчас очень долго соображал идти или не идти. Он реально мешкал. То есть, почему, если вся команда уже пошла драться, мейн керри с очень классным потенциалом не идет драться? Я не понимаю. Ну, потому что драться нечем. Ну, гирокоптер с 160 дэмэджа на 32-й минуте, это смешно. Я вижу улыбку вот просто здесь. Улыбка нарисована? Улыбка нарисована. Могу Саши Яшами улыбку выложить? О, Разорт! Привет! И ты туда же. Не, ну Разорт хотя бы высосить этот дэмэдж может. Ну да. И то хорошо. На хосте. Он текает. Да ты трекал Анэм! Ты не за тех болеешь, чувак. Да? Мне кажется, после Сэнжинд Яши я имею полное право. То есть, хочешь сказать, что после Саши Яши там уже многие перестали болеть? Да, я тебе говорю, там в чате просто половина уже болеет за Йохом, я думаю. А может быть Разорт троллит Ильдана? Может быть. И говорит, ааа, я могу собрать. Смотри, у меня тоже Сия, но дэмэдж у меня при этом будет. Вот. И какого черта гирокоптер? Давайте, наверное, собирайтесь вместе, идите воюйте. У аппарата, правда, ульты... Вот, все, есть ульту аппарата, есть ульту Тайдхантера. У всех ульты есть. Вантали Т2, и сейчас пойдут забирать Т2 на топе. Или сейчас вообще примут кого-то. Тут год. Байтит. Год байтит. Лина пока не ведется. Нет, нет, сейчас, сейчас. Ну вот, вот, вот же, вот же. Лина выходит. Тут же БКБ. И все, у Ильдана дэмэджа нет. Вот его просто нет. Он кидает калдаун, панч, минус Ильдан. Ульт квапы, пошел рэвидж. Да, он неплохой, но при этом все просто пытаются спастись бегством. Но не у всех это получится. Ну, например, вот Год, который пытается уйти, но который под треком. Ах, не хватает рэнджа, чтобы закинуть сюрикен. Виверна от отчаяния. Так, драка все равно выиграна опять их омами. Она опять выиграна их омами. Потому что рэвидж потрачена, они сейчас забирают Рошана, ничего не боясь абсолютно. Заходят, вот он на Егис. Ильдан погибает, и у него не появится в ближайшее время айтемов на дэмэдж. Дэмэдж, это... Дэ... Дэмэдж? Дэмэдж. Per second его считает DPS А у Ильана HPS Может быть D что-то другое Ну ладно Это ты грубо конечно завернул Грубо почти как Ошибки Были у нас ошибки Пару игр назад Ладно, суть не в этом Суть в том, что Дефицит урона очень сильно сказался И в первой драке, и во второй А вот сейчас, из-за того, что просто Текущий замес не могут выиграть Виртус Про, у Гирокоптера не появляется денег Что делать дальше? Как с этим жить? Трудно с этим жить, пошел статиклинг Фобоса Фобос сразу гастует тапаут, меч разбит там Есть рядышком баунтихантер Но из-за того, что БХ ушел в сторону И он был без дайгера тоже Был бы с дайгером Слушай, так едой запахло Я хочу убивать людей Я найду тебя и убью Да-да-да Пойдут спушивать Т2 Дарайвиджи еще 50 секунд Соло-бустер собрал Тайтхантер Мне кажется, это следующий артефакт Элидана почему-то Бладстол Или Фобос уже троллит его просто Смотри А зачем? Давай померяемся хп А зачем соул-бустер? Я не знаю Акторин? Быстрее Рефрешу Танчер, смешер, гаша Я не... Ну что ты у меня спрашиваешь? Иди спроси у Фобоса Я сейчас встану и пойду Серьезно Заход на хг Где рефрешер? Почему не рефрешер? Привет, Илья, говорит Лина Не, ну норм в принципе, что? Да? Вышло неплохо Кп не помогли За дефл Чуть-чуть не хватило Вот если бы не Саша Яша, а Скади Еще туда Все бы нормально было Все было бы замечательно Да, да, да Все было просто супер О, а Лина знает, что делать в этой игре А гоним рефрешер А, о-о-о-о-о Вот эта подруга, походу, гайды читала с папчиком Знаешь, откроешь, что? Recommended items И там так и подписано трансли Там Лина, килл любого Так, сети Ай цепанули Юл будет тебя поднимать Да, поднимать тебя в Юл Юж начинает высасывать дэмэдж Статик линком Лил погибает мгновенно Они дропнули только Аегис И потратили рэвэйдж Ну да, сторону потеряли здесь Сетя Ай несет себе рефрешер У него сейчас будет две лагуны Он сейчас говорит Так, Ильдан, выходи Лина просто бегает по карте Ильдан где-то здесь Бззз Мидус гирокоптер Ну это нифига не смешно В действительности Вот этот вот соулбустер На Тайтхантере Может Фобос не палится Короче, смотри Он специально покупает Хреновые артефакты Чтобы не палить Насколько это жесткий герой Чтобы его не банили Ну, вообще Это неплохая задумка Не на Инте Не, ну так в следующей же игре Его никто там не забанит Подумает, блин Помните, как вот играл просто Как плохо, короче, играл И... Как плохо он играл Как плохо же он играл И в итоге не будут банить А Фобос возьмет И как купит рефрешер В нормальном матче И все Попомнишь мои слова Я считаю, что матч за третье место В сетке Венеров Он достаточно неплох По своей значимости Нет, конечно Все остроты Полить и айтемы Нужные собирать Не обязательно Но Сам факт присутствия Твоей команды В сетке Венеров Он неплох Я вообще изначально полагаю Что полить рефрешер на тайге Это как-то Чересчур, знаешь Слишком Рисково Не очевидный Артефакт На подобном персонаже То есть это практически Все заготовочки Которые были наработаны С предыдущего Инта На этот Вот так взять И раскрыть В обычной игре Я считаю, что это Перебор был бы Ну да, я думаю Фобоса бы многие не поняли Тиммейты так точно Илюха Он нормально шифруется На гирокоптере Вообще шансы Не дает понять Что будет В нормальной катке Что ты Включил Чайку свою Ладно Все Распокаиваться Так вот я тоже Кстати странно видеть То, что ФНГ До сих пор не купил Ничего толкового Так он без метастик И где ему взять Ну тоже правда Или не палитый Парижился Возможно Это командный заговор Пацаны не палимся Да Возможно Илюха сказал Я их вообще без дэмэджа Разнесу Смотри Но демонейдж купил То есть не совсем без дэмэджа Из демонейджа Не собирается Никакая фигня Понимаешь То есть Ни Скади Не собирается Из демонейджа Бладстолун Тоже не собирается Из демонейджа Рефрешер Собирается из демонейджа Не себе Тайда наверное Может быть Так ну что же Готовится заход На хайграунд сейчас Команда Ехоум Разор уже При параде Все нужные артефакты Есть Ситиуай тоже Рефрешер Еул Все На месте Смотри 950 чистого урона То есть 1900 в сумме Ну вот Илюха С 36 хп Остается Вот она Валью Саша Яша Валью 36 хп Для того Чтобы выжить Так это Аквила Валью Точно Тогда Саша Яша Вообще ни к чему Слушай Аквила Валью Туда не хватит Три силы Это реально Аквила Валью Три силы Запомните Что три силы Это лучше Чем Отсюда То есть На 17 Изначально Все было просчитано Смотри Насколько Гениальный был замысел Только сатане конечно Чтобы отрегениться моментально Смотри 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 Все было Смотрю Фобос Запрыгнул Получил панч И под БКБ Его начинают стирать Ну хотя Нормально все получилось БКБ у Тусика заканчивается Правда Разора не получилось Заставить БКБ Нажать Нажать Так что Подождут Они подождут КБ Тусика Топы-то уже нет Там постоянно Надо обороняться Ну и начинается Вот та самая Осада Осада Которая Происходит Почему не кидать треки Внутри Кидайшн Сейчас есть Ну сейчас Не в КД треке Не на Фобосе Не на Герокопке Вообще сложно Отсюда Кинуть трек На базу К противнику Да Работать над своими Умениями Так Ну вот вышли С базы Только что Виртус Про Сразу же Блинкаут От Фобоса Хорошо Среагировал Ну и Ехоум Просто ведут Такую Стандартно Они ждут Как кто-то ошибется Либо Опа-опа Почти Что это было? Прописал Прописал Не двушечку? Двушечку Ну да Двушечки бы там на самом деле Хватило А нет Не хватило бы Там-то уже в запасе Много ХП Там целых 112 в запасе Ну ладно Понимаешь? Угу Теперь это уже можно И на Сашу Яшу списать Это 16 силушки-то Богатырской Я думаю, что Мы будем ждать Пока Виртус Про Не сдадут нервы Они не прыгнут В омут с головой И в омуте с головой Их примут Ну да Скорее всего Так и будет Потому что Они дождутся Когда у Разора Появится Аганим Какой-то рефрешер Пока это появляется Кираса И он С помощью ульта Разберет им вышки Вот и все Вот он сейчас Потыкивает Пока когда у него Есть возможность Так Психанул Тайт Хотя по двоим Отлично врывается Минус Ланэ Минус Сити Уай Сити Уай еще живет Подожди Он взлетел Нет Его тут же разбирают Опять Иллидан Без Лембджа О, теперь Иллидана Месят Иллидана Нормально Надо отходить Да Уш убегает Уш убегает Есть Гашеточка Гашеточка пошла Нож пошел Разор 176 Мув спида Но потихоньку Скорость наращивает Иллидан Тра-та-та-та-та-та-та, говорит Ракету чего не кинул бы, ладно Ой, запрыгнули ФНГ Делает тапаут Тайт ФНГ не добили А что, на развороте, что ли? Да, слушайте, на развороте Виверна так же прыгает У Виверна еще есть колон Эмбрейс Если что, можно подсейвить Прогоняют отсюда Фобоса Фобоса трудно убить Они выбрали худший таргет, который можно было выбрать Ничего-ничего, смотри, его зажали Какие отличные шарды И ДК Фобос отправляется в таверну Шар накатывается на крипчиков Уротики Куда он пошел? Не успела подсейвить его Виверна Наверное, потому что она крипов фармила И здесь контратака Контратака отличная Минус уж и минус ситиуай сейчас должен быть Рубик хотя бы забрали Да, погибают, погибают Не знаю, зачем вообще было ломиться под хайграунд Забрали Тайтхантера уже Было неплохо бы все для Ехоум Но решили вот еще вот ела исполнить Ты посмотри на этот график Ты посмотри на этот файт-рекап Восемь Тысяч Это был профессиональный байт Мол, а давай Они скажут Боже мой, какие же они не очень Скажут, пойдем Зайдем на хайграунд Мы их развалим без шансов Ты видел, как они играют? Да А потом сразу начать нормально катать Это было гениально Ладно, восемь тысяч денег Восемь тысяч разницы по экспе Но если уже говорить про заработанную экспу То это двенадцать косарей Пять тысяч триста дема уже нанесла Квапа Квапа два Суни Квейва дала за эту драку Просто жесть И в итоге Виртус Про забирают еще и Тир-2 по Миду Правда у них Т4 горит Да, Т4 горит Там есть Рошанчик, кстати, которого неплохо забрать Рубик ушел дефать Вышка 145 хп Стоит пока Пока стоит Медалька появляется у Баунти Хантера После Пайпа Пойдет, понятное дело, в Солар Крест МКБ есть Две тысячи на руках Смотри, леданчик так потихонечку Дэмэдж выйдет в него уже Двести с лишним Это неплохо Не, сейчас с появлением Анки Кинг Бара Претензии к урону потихонечку Исчерпывает себя И Надо бы Вот Даже точку поставить на дэмэджи Не знаю, Баттерфляй какой-нибудь Или Дэйдалус Ну, мне кажется, Баттерфляй лучше Все-таки там Разор, да Разор, который МКБ придется ему собирать Лина там без МКБ Лина полностью собрана в магический урон Или же Сатаник Сатаник очень неплох, потому что жир Жир Дэмэджа уже более-менее достаточно Тебе нужно пережить прокаст Лины Лина, если сильно захочет, она сможет влупить тебя две лагуны А две лагуны Это 1900 кп Мы уже Недавно считали Считали, да Ничего не изменилось с того момента Вообще почти ничего не поменялось Ну, на графиках видно, что Virtus.pro неплохо-таки отыгрались И По XP они вообще в ноль ушли в итоге Но это повод просто для E-Home еще пойти пофармить мальца Слушай, я не уверен, что здесь фармом можно исправить данную игру Потому что, как по мне, так фармом бараки не убьешь А им как раз-таки надо убивать бараки Иначе они проиграют И вот он смог пошел Забрать руну, естественно, в смаке надо Ну, там вижена нет Ну, естественно, Разор знал, что там нет вижена, у вп Может быть, кстати Так, тут вп Там гемы есть, да, они знали, что вижена нет Ой-ой-ой Ой, да ладно Да ладно А вот эти-то товарищи видели смоук Да, они поставили в арт Я сейчас пойду за спину, смотри Так а что им делать? Им надо тайда вырубить моментально, а это нереально Да, все, заканчивается смоук Лина палится в миде Virtus.ai видит, где находится оппонент И иду туда Фобос с соулбустером готов прыгать Фобос Не успел прожать Бакамаюш Это минус Неплохо Иии, ну все, Лина начинает пока раскастовываться Хотя, Лина уже ничего не сделает Трубик и отличную лагуну в затылок И Ланема не видят пока Да, гемы нет Ланем просто убегает пешком Будут разводить на байбэк Будут разводить на байбэк На байбэк, которого нет Которого нет Чудесное умение разводить на то, чего нет И Сигильчик такой летит рядышком Очень миленько Заход на ХГ Кстати, у Иллидана 3 800 Пошли треки, это не страшно Да, это все-таки Акторин Все-таки Акторин Немножко еще подрежет кулдаун 112,5 секунд в итоге КВД на ульте Так, Лина Минус Иллидан Прожимает БКБ Ну, стоило ожидать Что, если вдруг ХП опустится у тебя ниже отметки Во сколько? 950 Правильно, мой друг То, возможно, ты умрешь Слушай, они идут еще давить Они Лила зажали А Лил под треком Пошел стан Панч Минус Лил ФНГ Цепанули Летают Тосы Отличный Соник Вейв Падает только по СТА СТА Засейвили в Сноуболь Он еще катится Там катится Прикатывается ФОТ Фобос все равно быстро погибает Минус ФНГ Да, не хватает пока здесь Разора Разор только-только появился на базе Спешит уже сюда Будет пытаться засейвить Ситуацию Ты посмотри, что там делается А, так там Трон падает Лол Тут Крипы Трон ломают Пацаны База горит Тревел аут гирокоптера И тут реально горит база Тут Крипы могли просто сломать базу Пока был тусич Ой-ой-ой В Разора В Разора вгрызаются Еще пару тычек Куда он прям сверху падает Он его не нажимает Есть-то, а ну есть Он байтит Вот, наконец-то нажал Валрус, пунч Пагаде Брагин Разломали Сигиль Пошли треки Разор сейчас должен отрегениваться Правда, Блокинг Бара теперь нет Сломают бараки на мидве, скорее всего Поражали Фортификейшн Гот Запрыгнул Соник Вейв Этого не хватило, чтобы снести Кстати, Гуд надо быть аккуратным Потому что БКБ у него тоже нет Падает барак У него есть Аигис, поэтому все нормально Да, Гот упрыгивает Убегает пока что команда Виртуз Про Иллидана зацепили Он после байбэка Он после байбэка Глимер Иллидан Видят Иллидан погибает И его не будет 80 секунд Слишком поздний реведж Фобос тоже здесь погибнет Сейчас должны принимать Квапу Да Тут же панч Квапу Квапу Отлично И Разор тоже в таверне Но он с байбэком Ротк пока что живет Гот пытается долбиться В эту ледяную глыбу Ничего не получается На базе в это время Рубик отводит очередной стак крипов И они пойдут давить Да, конечно А что еще делать-то? Там голый трон И Глиф Есть, правда Но Глиф есть, но 60 секунд 60 секунд Сейчас Разору бы агоним, например Какой-то прикупить Чтобы здание долбить было удобно Где же он тебе столько денег-то возьмет? А это уже не мои проблемы Мое дело предложить Не идут Оооо Как все плохо-то Возможно тоже не хотят рисковать В смысле не хотят рисковать Там есть рефрешер И Лина может выключить кого угодно А ревейджа там еще нет Причем порядочно Минуту где-то Не Ну и еще травла пошли от Queen of Pain Окей По-прежнему голый трон Но он регенится Что у нас Тускар Украл Рошана Но Айки забрал Гот Тускар Шардами Убил Молодец Тускар Но Шарды Я слышал Не дают возможности Появиться второй раз Спустя 4 секунды Так-то он умничка Так Я вижу гем У Виктора Виверны Проверяет сейчас DDC Подходы к базе Есть ли там какой-то Вижен Вижен есть Вот где У команды Виртус Про И Игра Достигла Очень Щекотливой Отметки Да Преимущество упало на ноль Тупо На ноль По XP Виртус Про выигрывает 2500 Это самая малость Гирокоптер правда Продолжает набирать обороты МКБ Сия И он покупает себе Морбид маск Но это все же Сатаник будет скорее всего Это будет скорее всего Сатаник Потому что ему надо Как-то выходить Из файта живым Нажимать после Полученного Рассказа от Лины Что Лина смотрит Сейчас очень убийственно Травела Лине Хикса не хватает Вот эти Лины Которые увлекаются Там каким-то Дэмэджем Мобильностью В итоге Вроде бы все окей То есть у нее есть Много дэмэджа Руки относительно Да 200 атаки У нее есть хороший ДПС Сплов Но вот сейчас этот Юл Выглядит немного Якорном Потому что Хекс Выглядит намного Жестче чем Юл Тебе не надо Кого-то поднимать Потом ловить Ты просто кинул в овцу И развалил Все Поэтому Нужна Нужна замена Артефакта сейчас Очень сильно Сетевая Регенит Затрон потихонечку Прям как Милишные бараки Или как Сларк Или как Сларк Топ отпушили Поэтому в ближайшее время Крипы на хайграунд Не зайдут Мидл будут отпушивать Сейчас Ехоумы Так как им Барак здесь Разнесли Я думаю Файта до следующего Рошена мы не увидим Потому что Байбеков нет У многих игроков Они не будут Рисковать Да Байбек пока что Только у Лины Квапы и тайдухи есть Все остальные Не имеют возможности Выкупиться И ВП поджимают Поджимают Но они понимают Что по топу Идет основная угроза Что топ Является их Ахиллесовой пятой Хотя сейчас Большое количество Крипов сконцентрировалось И на нижней линии Вот они здесь Тут тоже Две тележки Два ранжевичка В принципе очень много Зависит от того Как тут Будут развиваться события Будет ли пушиться Линия дальше И нападают на Квапу Квапа Кажется успевает отойти Гот успевает У Блин БКБ же где Твое Нет БКБ Нет БКБ Пошла Лагуна Тут же байбек От Квапы Возможно вернется Очень быстро Файт Фобос потратил рэвидж Вот он Для чего ждал С этим БКБ Но если бы он не умер раньше Не потратил бы время Которое ушло на убийство Гейра Фенгэм Спилит и паут Минус Фенгэм Гот Есть Блин Попытается сейчас отпрыгнуть Отпрыгивать Но по трекам Его видно Нет по прежнему Даггера у Ланема Чтобы преследовать Это минус 4 Это минус 4 И году нужно убегать на базу База сейчас начнет Интенсивно гореть Подожди Нужно какой-то лейн Подпушить Потому что топ далеко Ботом далеко Да тут придется Дефть еще и мидл Хотя топ не так далеко Топ сейчас начнут давить Голый трон Голый трон Кирасу докупает Себе практически А нет не докупает Еще гиперстоуна нет А не гиперстоун лежит Он не забрал просто Оставшиеся запчасти Из стэша Чтобы прилетел ему Кирас Ты про Разора конечно Да Так Рошан появляется Через 2 Одну Ну а толку Именно Беспонтовый Рошан Получается До Тайда 50 секунд У него есть байбэк 13 секунд До гирокоптера У Тайда Ультимейт будет Если он резница Кстати он купил Персеверенс И рефрешер У него будет готов рефрешер К его появлению Будет готов рефрешер Клопа немного Поторопилась В результате Крипов почти не зацепила И вот они Заходят на хайграунд Тут байбэк Тайдухи А вновь Ситуация 5-5 Все есть Кроме Суник Вейба 16 секунд Ой твое рефрешера А Ревейджа А Ревейджа нет 18 секунд А Ревейджа Просто шугает Он сейчас просто шугает Фобос пытается Выглядит убедительно Спугнуть А вот сейчас Ревейдж будет 5 секунд Будет 3 2 1 Сейчас На месте Надо вступать Потому что в медле Уже крипы пришли Не получилось реализовать Эти убийства Байбэк Квапы Вот что сейчас останавливает Наверное Виртус Про От вообще потенциальных Каких-то файтов Такая пачка денег Ты посмотри Пачка денег Который сейчас Лина заберет У Лины кстати 5500 на руках Лина говоришь Разложи забрал Да Ну у Лины и так Очень много денег У нее и так 5500 Я говорю Что можно было продать Уже давным-давно Этот Юул И просто Отда Ну докупить себе Хекс одной кнопкой Бьют Рошана Бьют Рошана Очень нужен Аеги с Году Потому что он Без Байбэка Идут туда драться Сейчас Сигиль Зачекал Все Ротикей Будет пускать До шарды Запустил шарды Ну и Фобоса подцепит Гливер Фобос успел отойти Варшана не отдали Варшана не отдали Топ подпушивается Нельзя здесь долго Торщать Виртус Про Им все равно Придется Дефать топ Потому что Не голый трон И это самое отвратительное Потому что Этим можно Очень грамотно Пользоваться Я уверен Что их вам будут Этим пользоваться Да Квапа Вот она У Квапы 30 секунд Кулдаун Ульты Просто Быстрее не бывает Наверное У Феникса И Карус Дайв Больше кэдэш Чем у Квапы Ульт Можно я думаю Поспамить немного И пытается Сейчас Год Очень активно Отпушить сторону У него есть Рвела Он может прилететь Допустим На вот этих Крипчиков И очень быстро Оказаться в замесе Вы видите Буквально Два блинка Отделят его От драки Чекнули Иллидана Иллидана сейчас Могут так прочекать Что он и умрет Тут же прожимает БКБ Лагуна Минус Иллидан Байбека снова нет Да Да Это Лина Просто Есть такой герой Замечательный И походу Пацаны из Виртус Про Забыли про Лину Да Под Солор Крестом Уходит моментально Драться я думаю Не будут Там стоит кто-то Там Год Собирается Воровать Аегис И Уааа Не Не будет Воровать Аегис Не украл Там сыр Аегис Все дела Все разбегаются На базу Добегают Точнее до базы 50 секунд Еще без Толстокоптера Ну там Посмотри что происходит Там по медлу Ломается Сигналят на топ Но идут все равно Дефать Да Есть Аегис Он есть у Разора 2 300 Также на руках Но это жуть Это жуть Это 58 Минута игры Преимущество Снова вернулось На 15 тысяч В пользу E-Home По золоту По XP 11 тысяч И что пойдут Ботом давить Это бессмысленно И надо В трон идти Мне кажется Какой смысл Сейчас ломать Бараки Если 4 200 ХПЛ трона Сносить Не хочу Да Трон Это весьма Заманчивое Строение Я слышал Именно в этом Заключается Смысл доты Про смысл жизни Мы пока еще не знаем Но смысл доты Именно в нем Так что добраться До этой заветной Ну и тут По медлу Сейчас будут продавать Разора На все возможные Сплы Так как у него Егис 2500 хп Да Он сейчас будет Баковать Нковать Пощелкивать По баракам И Будет ждать Когда он на него Потратит реведж Реведж Там по прежнему Один А вот Второй Есть второй реведж Есть второй реведж Но там же есть БКБшки Главное Хорошо успеть Подловить На отсутствие Блэкинг Баров Горит сторона Заходит в смоке Тайд Влетать рано Вот Лина Сейчас подходит Очень удачная позиция Для того чтобы синициировать Лина успевает Нажать БКБ Но вот Уж не успевает Фобос Отходит Квапа Отлично Раскостовалась Год получает Один из ультов Лины Это немаловажно Потому что Иллидан Таким образом Остается в живых Вот он Иллидан Ловит вторую подачу Минус Иллидан Где Разор Разор встает После Игиса Прожимает БКБ Начинает наваливать погоду Год Упрыгивает Все нет урона У этих ребят Просто нет урона И Очередной Валрус Понч Фобос Скорее всего погибнет На него просто забили Тут надо убить Вот скорее этих ребят Которые дефают Трон Минус ФНГ Минус Лил Остается Квапа Кидает ультимейт Еще и подцепили И Фобоса Фобос тоже погибает Один год Голый Трон Начинает ломать Трон ГГ Пишут ребята Из Виртус Про И 2-0 В пользу Ехоум Вот так вот 2-0 Ехоум Побеждают Та-та-та-та Даже не знаю Что сказать Наверное Стоит отметить То что Гирокоптер Практически не мог Участвовать Ни в одном из файтов Не играл в этой игре Не играл Да я тоже хочу сказать То что Либо Статиклинк Либо Лагуна Это все что он видел в этой игре И у него никак не получалось Хотя вроде у вас Неплохая инициирующая Вставляющая В виде Тайтхантера В виде Квапы В виде аппарата И можно в файт Зайти чуть-чуть позже И попробовать Нанести урон Слэккэнона Но на тот момент У него не было урона Слэккэнона Да Он был Сашей Яшей Классным артефактом Я вот сейчас Открываю Турнирную таблицу Для того чтобы Посмотреть Что же происходит Происходит то Что Ехоум Так Было 9-8 По очкам До Этой игры Насколько я понимаю И Сейчас Ехоум Занимает уже Третью строчку Обгоняя Виртус Про Я же говорил об этом То что это битва За третью строчку Да Да Так и есть Ну а Виртусам Сейчас нужно ждать Когда же Доиграют еще там Имперцы Слушай 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 А как Виртус Про С Эмпайр Вообще сыграли Сейчас посмотрим Империя выиграла 2-0 Империя выиграла 2-0 Говоришь Да Вот так От игры Эмпайр Последний Я так понимаю Многое будет зависеть Потому что тогда у них будет С Виртус Про Одинаковое количество очков Тайбрекера Или личные встречи Личные встречи Ладно Друзья Я чтобы не забивать вам голову Лишней математикой Сейчас Скажу что не обращайте на нас Внимание Это Предварительные результаты Мы же Будем с вами потихонечку Прощаться Ждите официального анонса По группе B Потому что с группой A Уже все понятно Мы уже расклады давали Мы На нашей трансляции Закругляемся Говорим вам Спасибо огромное За то что вы были Сегодня с нами С вами работали Годхант и Каспер И до скорых встреч По ту сторону Сетевого кабеля Переходите на первый канал Там матчи еще продолжаются Так как вас здесь много А ребятам вы не помешаете Икзакли Икзакли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому